На Востоке говорят, худшие враги человека не пожелали бы ему тех бед, которые могут принести ему собственные мысли. Один из самых знаменитых врачевателей древности Авиценна говорил, у врача есть три средства в борьбе с болезнью, слово, растение, нож. Обратите внимание, слово на первом месте. В одном из парижских госпиталей, молодой психолог Эмили Кайе на свой страх и риск, ссылаясь на главврача, вменила в обязанность своим больным три раза в день вслух, или мысленно повторять по десяти раз фразу с каждым днем, «Я чувствую себя все лучше и лучше». Причем повторять это не механически, а по возможности ярко. И что вы думаете? Уже через месяц пациенты этого врача стали главным источником разговоров медицинского персонала госпиталя, а затем и всей Франции. Удивительно, но факт, тяжело больные выздоравливали в течение месяца, у некоторых больных даже исчезла необходимость в хирургическом вмешательстве. То есть подтвердилась догадка великого ученого древности Парацельса, который утверждал, что чудеса творит вера. Наше здоровье – прямое следствие мышления человека. Никто уже не ставит под сомнение, что между психическим и физическим состоянием людей существует прямая связь. Лучшая защита от всех болезней, от любой инфекции – это твердая вера в собственное здоровье и положительные эмоции, говорит психотерапевт с более чем 20-летним стажем Андрей Метельский. Негативные мысли разрушают. Например, злость вызывает болезни желудочно-кишечного тракта. Обида со временем приводит к болезням печени, поджелудочной железы, холециститу. Один из самых важных психологических законов гласит, словесное выражение любви, симпатии и восхищения усиливает жизненную энергию того, кому оно обращено. А злые и недобрые слова уменьшают энергию слушателя. Общее число заболеваний, связанных с плохими мыслями, продолжает неуклонно расти. Чтобы противостоять им, надо следовать совету древних мудрецов, радоваться жизни, как бы тяжела она ни была. Итак, здоровье, жизнь и судьба человека напрямую зависят от его мыслей. Думаешь о хорошем – жди хорошего. Думаешь о плохом – плохое и получишь. То, о чем мы постоянно думаем, перерастает в убеждение, что это должно или может случиться. И эта вера рождает события. Именно поэтому с сегодняшнего дня начинаем думать только о хорошем, надеяться только на лучшее. И еще никогда не переживайте по пустякам. Возьмем на вооружение два золотых правила американского кардиолога Роберта Эллиотта, признанного специалиста по профилактике инфарктов и сердечной недостаточности. Правило первое – не огорчайтесь по пустякам. Правило второе – все пустяки. Благодарю за просмотр выпуска. Ставьте отметку «Нравится». Подписывайтесь на наш канал. Пишите комментарии к видео. С вами была Алиса Иванова.